Доброе утро, братья и сестры! Господь царствует! Очень рад всех вас видеть. Пожалуйста, присаживайтесь. Слава Богу! Давайте поблагодарим наших поклонников за хорошее утро, за хорошую атмосферу, за хороший дух, за помазание силы Божьей, которая действует во время поклонения, во время прославления. Слава Богу! И хочу напомнить, что мы собираемся на поездку, которая будет у нас в субботу, в следующую, и в Харькове у нас будет особая конференция, конференция помазания. Знаете, люди должны понимать, что такое помазание. Помазание – это сила, которая может все изменить в жизни человека. Самое главное – к помазанию прикоснуться. Прикоснуться к помазанию, прикоснуться к помазанию. Зачем делаются такие конференции? Для того, чтобы ты мог прикоснуться к помазанию. Одно прикосновение к помазанию может все изменить в твоей жизни. Написано, что люди, которые прикасались к Иисусу, исцелялись, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех. Помазание – это сила, которой каждый человек должен прикоснуться. Если мы прикасаемся к Божьему помазанию, это может нас полностью изменить. Однажды пророк Елисей, он был уже старым, умер. Его похоронили в гробе. Знаете, гробы тогда были, такие пещеры. И прошло много лет, он уже сгнил весь, у него одни кости там остались. Кости Елисея. И там была война, один человек, он был поражен и упал прямо в эту могилу, где лежали кости Елисея. И написано, что когда он прикоснулся к костям Елисея, он воскрес из мертвых. Знаете, на этом основании в православной церкви чтут кости святых людей и верят, что в этих костях есть помазание. Знаете, я вам скажу, что помазание намного больше в живых людях, которые каждый день молятся, постятся, ищут Бога, которые встречаются с Богом, переживают Бога. И Христос, это не просто фамилия Иисуса. Иисус Христос. Андрей Тищенко, да? Нет, Христос это не фамилия Иисуса. Христос обозначает помазанный. Помазание – это то, что позволяет людям меняться. И нам, мы специально делаем такое служение помазания. Поймите, от таких служений что-то зависит. Для чего? Чтобы ты к помазанию прикоснулся. Одно прикосновение к помазанию может что-то в твоей жизни поменять. Ты можешь не найти какую-то болезнь, ты можешь не найти какую-то немощь, какое-то проклятие в своей жизни. Очень важно прикоснуться к Божьему помазанию. Поэтому хочется сказать, не пропустите. Примите решение поехать на эту конференцию. Мы будем служить там вместе с Анселмом Мадабукой. И Анселм Мадабукой – это уникальный человек, который жил в Африке всегда. И знаете, в Африке люди, они могут быть успешными только при условии, если за ними стоит какая-то духовная сила. Кстати, в нашей стране то же самое. За человеком должна стоять духовная сила. Вот почему процентов 70 депутатов, они к колдунам, к гадалкам, к бабкам ходят, к разным магам ездят, куда-то там заряжаются, какой-то силой и так далее. Так вот, там, чтобы быть богатым, сильным, надо было быть либо христианином, либо быть связанным с какой-то оккультной силой. И его отец, он был масоном. Знаете, такая организация есть, масоны. Это духовная организация. Там посвящение, там колдовство, там магия. И будучи членом масонской ложи, его отец имел богатство, имел успех. И когда Анселм покаялся, они сказали, от нас выхода нет. От нас человек выходит только в могиле уже. Только в гробу. То есть человек, если хочешь выйти из масонской ложи, только в гробу можешь выйти. Это духовная власть. Это духовная сила. Это существует до сегодняшнего времени. Просто какие-то вещи мы не понимаем, не знаем. И он говорит, я пошел к разным пастырам, когда покаялся. И говорю, помолитесь, чтобы Бог освободил меня от этого масонского влияния. И он говорит, я многих людей обошел, многих пастыров обошел. И никто не хотел за меня молиться. Потому что молитва против колдовства, она не всем принадлежит. Некоторые люди просто это боятся делать. Пастор ваш не боится. А другие люди боятся. Да. И не берутся даже за это. Они вот так говорят, о, все нормально, все нормально, все нормально, все будет хорошо. Все хорошо будет. Верь Богу, будет все хорошо. И он говорит, я не мог найти пастыря, который бы меня отмолил. Говорит, я не мог спать по ночам. Я вот так ложился, вставлял наушники в уши, слушал проповедь. И где-то к утру, говорит, я впадал в забытье. Потому что дьявол настолько контролировал его мозги, его душу, его сердце. И говорит, потом я нашел одного пастыря, который взял на себя ответственность и просто разрушил это проклятие в моей жизни. И он сказал, теперь с этого дня я сказал, я буду молиться за всех людей, которые попали под власть дьявола. Знаете, мы должны понимать, что человек не может на себя ничего взять, если ему не дано свыше. Это помазание дается свыше. Ты не можешь просто так захотеть и что-то делать. Если Бог тебе это дал, у тебя это будет получаться. У тебя это будет выходить. Поэтому, друзья, давайте мы примем такое решение, не пропустить эту конференцию и прикоснуться к помазанию. Давайте помолимся две минуты. Скажи, Дух Святой, я хочу прикоснуться к Божьему помазанию. К помазанию, которое освобождает, благословляет, разрушает всякое проклятие, выводит из всякого рабства. Я верю в силу Божьего помазания. Давайте откроем Деяние апостолов. Первую главу. И посмотрим четвертый и восьмой стих. «И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь от Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня». Восьмой стих. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, Самарии и до края земли». Амин. Слава Богу. Итак, Иисус говорил о силе. Иисус говорил о силе. Знаете, жизнь так устроена, что на этой земле уважают сильных. Если ты хочешь жить, тебе надо стать сильным. Дарвин был прав. Слав выживает сильнейший. Слабых их уничтожают. Они исчезают с лица земли. Их фамилии даже на земле не остается. Их имена стираются из поднебесной. Выживает сильнейший. Сила приходит как результат либо твоих отношений с Богом, либо твоих отношений с дьяволом. Знаете, силу надо искать там, где она есть. Однажды Давид, прятавшись от своих врагов, он получил откровение. Он сказал, «Однажды Бог это сказал, и я дважды это слышал. Сила у Бога». Я не думаю, что кто-то из вас собирается искать силу у дьявола. Но многие христиане, они не ищут силу ни у Бога, ни у дьявола. Поэтому Иисус сказал, чтобы вам утвердиться на этой земле, чтобы вам быть успешными, победителями, чтобы вам проповедовать эффективное Евангелие, вам нужна сила. Знаете, сила нужна везде. Чтобы грех победить, нужна сила. Чтобы дьявола победить, нужна сила. Чтобы болезнью бороться, нужна сила. Чтобы денег заработать, нужна сила. Написано, он дает силу приобретать даже не деньги, а что, богатство. Везде нужна сила. И силу можно взять там, где она есть. Силу можно взять у Бога. Поэтому Иисус сказал ученикам, не отлучайтесь, но ждите. Что ждите? Ждите силу. Не отлучайтесь, но ждите силу. Он не сказал сроков. Он не сказал, сколько надо ждать. Когда он это говорил, там было около 500 человек. 500 минус 120, 380 отлучились. Куда? Не, ну, все же мы люди. У кого-то дети, у кого-то семья, у кого-то расстройство, живот заболел, у кого-то работа, у кого-то сети надо было вытащить, кому-то наоборот надо было их закинуть. Кто-то должен был рыбу сушить, а кто-то уже снять ее. У каждого была масса забот, дел, проблем, которые нужно было решить. Поэтому в этой горнице собрались для молитвы. Только 120 человек. Проблема была в том, что Иисус не сказал, сколько ждать. Он просто сказал, молитесь и не отлучайтесь, пока не придет сила на вашу жизнь. Молитесь и не отлучайтесь, пока не придет сила. Почему у одних христиан есть сила, а у других христиан нет силы? Была церковь, церковь писядников, была песня такая, факел веры угасает, песни мира затихают, нет надежды, нет любви, о Господь, о Господь, где же ты? Такая вдохновляющая песня. Много людей без силы. Много людей без силы. Почему? Часто отлучаются. Скажешь себе, да это ты, наверное. Ты часто отлучаешься, я вижу. Постоянно отлучаешься куда-то. Иисус сказал, не отлучайтесь, пока не получите силу. А это, Господи, а сколько не отлучаться? Неделю, две, три, год, месяц, сколько? Бессрочно. Пока не получите силу. Получишь силу, можешь отлучиться. А не получишь силу, не отлучайся. Почему? Потому что ты будешь слабым. Ты будешь слабым, ты с грехом не справишься. Ты с проблемами не справишься, ты с скандалами семейными. Знаете, чтобы семейные проблемы решить, нужна сила. Деньги зарабатывают сильные люди. Слабые не умеют их зарабатывать, тратить только умеют. Для жизни нужна сила. И сила есть у Бога. И Бог сказал, не отлучайтесь. Не отлучайтесь. Знаете, многие христиане не понимают, где их сила. Если бы они понимали, где их сила, они не молились бы столько, сколько они молятся. Они не постились бы столько, сколько они постятся. Пять минут помолился. Ой, не могу, не с этим справиться, не с этим справиться не могу. Не здесь не могу, не здесь не могу. Почему не могу? Нет силы. А почему нет силы? Ты отлучился. Ты ушел в то время, когда тебе надо было молиться. Ты ушел в то время, когда тебе надо было искать Бога. Ты занялся своими делами. Ты занялся своей суетой. Ты потерял время на суету и потерял силу. А потерял силу, ты не можешь справиться с какими-то вещами. Можно ли справиться с долгами? Я говорю, можно справиться с долгами. Долги – это не проблема. Можно справиться с болезнью. Совсем можно справиться. Все зависит от того, насколько ты сильный для того, чтобы с этим справиться. У кого сила? Сила у Бога. Поэтому Иисус говорит, никуда не ходите. Сидите здесь и молитесь, 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 пока не получите что? Силу. Люди не хотят молиться. Люди не хотят искать Бога. И отчасти из-за того, что они не понимают, где их сила? Я говорю, сила у Бога. Сила у Бога. Когда человек понимает, где он может найти решение своей проблемы, он там эту проблему решает. Когда человек не понимает, дьявол нас обманул. Нет, в молитве решения нет. В посте решения нет. А где решение? Ну, я буду решать чисто вот своими какими путями, своими способами. Я вот найду какой-то свой путь, свой способ. Слушайте, сила у Бога. Если ты пойдешь к Богу, не будешь отлучаться, не отлучайся, не отлучайся, не отлучайся. Слушай, нет большего дела на этой земле, чем иметь общение с Богом. Нет большего дела. Нет большей, более нужной вещи. Знаете, как кто? Вот, 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 Александр наш брат, Москалев. Что у тебя с позвоночником было? Я забыл. Ну, грыжа там. Ну, короче, грыжи, все. Он сходил к врачу раз, два, ему говорят, операция, операция, операция. Все, все сказали операция. Он там какую-то народную целительницу нашел. Ну, такую нормальную, не колдунью. Она там ему какие-то припарки ложила. Вот. И тоже бесполезно все. Ничего не помогает, ничего не помогает, ничего не помогает. Потом какой-то умный человек говорит, слушай, да надо это, спину качать. Надо качать спину вот так. Вот так качать спину. Грязно. Кто за сцена ответственная у нас? Марин, ты? Казал Янукович, встань, я до тебя звертаюсь. Пейдешь до меня, я тебе расскажу. Вот так делал постоянно. Вот так делал. По сколько времени? Полгода каждый день. По сколько времени? Три раза в день? Представляете? Казалось бы, зачем ты это делаешь? Человек понял. Один способ. Один способ. Будут сильные мышцы. Что такое грыжа? Грыжа – это когда между позвонками вылез мозг. Ну, не этот. Спиной мозг. Когда этот мозг вылез, то уже все. Спиной мозг вылез между позвонками, да? И там где-то застрял. И больно это. А когда ты мышцы накачал, 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 эти твердые мышцы берут и назад этот мозг загоняют в позвоночник. И все. Он приходил, говорит, пастырь, ноги уже не имеют, руки не имеют, ходить не могу, сидеть не могу, стоять не могу, лежать не могу, ничего не могу. Все, труба. Один способ. Три раза в день молиться. А, не молиться, это. Качать. Качать мышцы. Три раза в день. Три раза в день качать мышцы. Три раза в день качать мышцы. Один способ. Все врачи сказали – операция. Да, и сделали бы операцию, коляску бы сразу выписали. Чтоб не ездить на коляске. Ну так ездить на коляске. Как бы ты ездил на коляске-то в России, я вообще не пойму. Скотчем мы коляску к самолету привязали. Мышцы укрепились. Ты скажешь, при чем здесь это, пастырь? При чем здесь это, пастырь? Знаете, ответ нужно искать там, где он есть. Ответ не надо искать там, где его нет. Так вот, сила, настоящая сила, она есть у Бога. Вот почему люди должны молиться. Вот почему люди должны паститься. Вот почему люди должны не отлучаться. Ты что такой слабый? Потому что ты отлучаешься часто. Тебя то нет на служении, то нет в церкви, то нет на молитве. Если ты здесь стоишь во время помазания, поклонения, и ты не молишься, то я представляю, как ты дома не молишься. Ты так дома не молишься, что ты вообще не молишься. Потому что если здесь оно тебя несет, и ты не молишься, то дома ты себя вообще не заставляешь это делать. Сила у Бога. Иисус сказал, не отлучайтесь. Мы были в Израиле, в этой горнице, где 120 человек собрались и молились. Нас там выгнали через 5 минут. Мы решили изобразить схождение Духа Святого в Пятидесятницу, начали молиться на языках. Уходите отсюда. Мы наконец-то сделали в этой горнице то, что там должно быть. ходят фоткали его фоткаются фоткаете там куты стенки фоткают можно подумать что в этих стенках секунд и счастье есть там люди молились 10 дней с утра до вечера для чего у них одна цель была им для жизни на земле нужна была сила кто-то не домолился выскочил не домолился выскочил позвони алё тому ребенка расстройство желудка слушайте я бы я бы я с вами молился бы дальше но ребенка там по нос такой я вообще не знаю надо идти и ушел решать поносные дела а в это время шум с неба от несущегося ветра и наполнился дом силой и явились семь языки как бы огненные вы видели эту картинку когда дух святой сходит и у каждого здесь на огонь на голове огонь такой художник изобразил огонь на голове огонь на голове как вы считаете человек который вышел с огнем больше вопросов решит чем человек который вышел за поносом с огнем вышел с огнем вышел с огнем ты пошел с кем-то разговаривать у тебя огонь здесь ты зашел кому-то в кабинет люди смотрят у тебя огонь на голове кто это это человек с огнем он не отлучался он не отлучился он дождался силы знаете им явились языки там были все народы все народы были разговаривающие совершенно других языках они вышли с языком и они начали понимать всех и они начали говорить людям и люди их понимали что такое сила играть я понимают к ты можешь я проповедовал я пробовал ты если ты получил силу тебя бы поняли если бы ты получил силу тебя бы дома поняли дети твои тебя бы поняли где они понимают они бы тебя поняли если ты получился не отлучайтесь пока что не получите сил иисус знал что отпускать этих людей бессильными бесполезно знаете пока они ходили с иисусом на них распространялась сила иисуса важно с кем ты ходишь эти некоторые люди будучи здесь церкви рядом они подумали что они очень большие герои когда они начали свою церковь свое служение через полгода звоню ну как дела ну приходит один человек на служение где сила не дождался отлучился отлучился а без силы ничего не может тебя грех накроет и ты не сможешь его победить накроет грех мы слушаем а каких-то людям маритов был этот человек упал ой что же ты такой не мог никогда поверить что такое может произойти я даже додуматься до такого не мог и душу над грехом побеждать сила нужна ой тот начал служение все развалилась для того чтобы служить богу сила нужна не отлучайся не отлучайся не отлучайся люди часто отлучаются они заняты у них куча работы у них куча дел у них куча проблем каких-то они ставят отношения с богом на второе место на третье место на четвертое место на пятое место и потом когда ты оказываешься в какой-то ситуации бессильным слушайте я не хочу чтобы христиане были бессильными я хочу чтобы христиане были сильными людьми ты не должен быть бессильным ты в любой ситуации и должен оказаться сильным. Ты в любых обстоятельствах должен проявить силу. И сила это результат того, что ты не отлучался. Для тебя не было ничего главнее, чем отношение с Богом. Для тебя не было ничего важнее, чем отношение с Богом. У Бога сила. Давид говорит, я это два раза слышал. У Бога сила. Сила, вся сила, она находится у Бога. Так само, как для его позвоночника, единственный способ, это вот. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Единственный выход. Может, операция? Может. Может, еще что-то? Может. Так само для любого христианина победить на этой земле, прожить, быть спасенным, пойти на небо. Остаться жить с Богом. Это твои отношения с Богом. Это твоя молитва к Богу. Это твои посты, твои молитвы. Не хочется поститься? Конечно, не хочется. Особенно, когда есть привыкаешь. Привык есть. Не хочется поститься. Привык телек смотреть. Не хочется молиться. Сейчас к телеку интернет добавился. Люди не хотят молиться. Они не хотят тратить на это время. Отлучаются. Постоянно отлучаются, 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 отлучаются. Вот вы смотришь. Этот слабый, этот слабый, этот слабый. Слабые христиане. У нас в Харькове, я там за одну женщину спрашиваю, где она? Она говорит, ой, она там в другую церковь пошла. Я говорю, а что такое? Ну, там ей рассказали, что у нас любви нет. Я говорю, ну да, может быть. Может быть. Мы так выглядим, как вроде ее нет. Становись сильным. Где любовь? Пожалейте меня. Где любовь? Пожалейте меня. И что там предлагают? Они говорят, там, там любовь такая, там вот исцелять будут тебе сердце. Душу тебе исцелят. Душа. У тебя душа больная, знаете, тебе исцелят душу. Там все такое. Я говорю, и много они исцелили душ? Да нет, там человек 50 в церкви уже лет 20. Много душ исцелили? Не, немного. Я говорю, какие люди иногда странные бывают? Иисус сказал, по плодам узнавайте. По плодам. Отсюда вышло сотни сильных лидеров. Да. Не собираюсь я просто лить на чью-то мельницу. Сюда домой, я слабый, немощный. Помогите мне. Помоги себе сам. Я не могу за тебя молиться. Я не могу за тебя поститься. Я не могу за тебя решение принимать. Ну не могу, хотел бы. Не могу. Ты сам должен это делать. Сила у Бога. Где сила? У Бога. Сила у Бога. У Бога сила. Куда идти к Богу? Не отлучайся. Вот и часто отлучайся. Туда побежал, туда побежал, туда побежал. Все решаешь, решаешь, решай. Сила у Бога. Знаете, я помню это известное выражение Мартина Лютера. Он говорил, у меня сегодня очень тяжелый день. Я очень занят сегодня. Поэтому первые три часа этого дня я проведу молитву. Сила у Бога. Люди понимают, что сила у Бога. Если я хочу все решить, значит мне нужна сила. Три часа в молитве. Чтобы решить потом все легко. Потому что сила у Бога. В итоге человек говорит, ой, мне сегодня такое тяжелое, я даже помолиться не успел. Все, побежал и пошел. Суета, 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 сует. Говорит, я мотался весь день, как белка в колесе. Мне так это выражение нравится вообще. Представляете, белка в колесе, как мотается. Круг. И она по кругу. Он так мотается, мотается. И люди говорят, я сегодня целый день, как белка в колесе. Как белка в колесе. Целый день вот так. Никакой цели нет. Просто уже сама суть. Мотаюсь. Что делаешь? Мотаюсь. Что делаешь? Вот так вот. Закружила жизнь. Понесло? Куда понесло? Кто знает? По кругу. Однажды Господь говорит, остановитесь на пути. Это не Инноконыч, это Господь. Остановитесь на путях ваших. И говорит, подумайте. Куда вы бежите? Как куда? Как белка в колесе. По кругу, по кругу, по кругу, по кругу. Сила у Бога. Понимаешь? Сила у Бога. Сила, чтобы решать проблемы, она у Бога. Я помню, когда мы это здание в эксплуатацию принимали. Надо было собрать там 12 подписей, 11, не помню сколько. За один день. Знаете, как сложно собрать подписи? Когда человека ставят чиновником, и он понимает, что его подпись там, его корлюка вот эта, матюк этот, его что-то значит. Он начинает варить воду людям, да? Зайдете завтра. Я посмотрю, я рассмотрю, я вникну. Начинает цену добивать. В воскресенье первое служение. В пятницу у меня вот такой листок. Я тогда у нас не был актуалком администратора, я все сам делал. Вот такой листок. Я устал утром в 6 часов. Три часа вот так молился, 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 связывал всех бюрократических демонов. в 6 вечера у меня были все 12 подписей. Я ни одного человека не ждал. Я ни одного кабинета не сидел. Представляете? Можно три часа не молиться, просто три часа сидит в приемной. Не помолился три часа? Нет. Сиди в приемной. Жди три часа. Или в пробке где-нибудь стой. Три часа. Ну, это для больших городов проповедь там. Видео, если кто смотрит. Для Киева. Не помолился три часа? Нет. Стой в пробке три часа. Дыши выхлопами. Ужас. Что такое? Да я не знаю. Попал так попал. Попал так попал. Мы должны научиться. Просто понимать, где сила. Где сила. Я работал на фабрике, на мебельной. И решил рассчитаться. Мне лучшую работу предложили. Я пришел к директору. Говорю, все, я ухожу. Он говорит, не, не, не. Ты так просто не уйдешь. Я говорю, ребята. 91-й год на дворе. Перестройка. Демократия. Говорю, что вы мне сделаете? Я говорю, вот так возьму трудовую книжку, вам кину на стол и пойду. Куплю новую. Стаж. Я говорю, да плевать, я на этот стаж хотел. Вот так разговариваю с ним. Он мне говорит, хорошо. В следующий день приходит подполковник такой-то из военкомата. Говорит, вы там шкафы делаете для военкомата? Сколько там работы? На сколько еще? Я говорю, ну не знаю, недели на две. Он говорит, так вот так. Не сделаешь шкафы, пойдешь в армию. Я говорю, в какую армию? Я же уже был. Говорит, еще раз пойдешь. Говорит, а если я не пойду? А если не пойдешь, привлечем к уголовной ответственности за уклонение? Это пятница. Я встал утром в субботу в шесть часов утра и три часа. Пришел в цех в девять. Закрылся. И работу двухнедельную. Один я, один. Без никого. Сделал до вечера. Я все шкафы сделал до вечера. Все. Восемь. Вот так все сделал. Все закрыл. В понедельник директору говорю, работу забил. А ты что думал? Господь только геморрой лечит, да? Я вот это пришел в церковь, чтобы как-то вот поменьше геморрою было. Бог дает сил. Знаете, почему меня раздражают медлительные люди? Потому что я знаю, что с Господом можно все сделать. Да? Сила это и сила ума. Это сила. Сила рук. Сила твоего организма. Вспомните? Когда на Самсона сходил дух. Взял ворота, снял и на гору отнес. Там все стояли из клуба бодибилдеров. Смотрели. Говорят, это кто? Это что за халаджи новый? Он взял ворота, снял и отнес. Там тысячи человек пришли, говорит, слышь, мы тебя сейчас арестуем. Он говорит, сейчас. Челюсть взял. Трррр. А вы думали, Бог только от Господа там голова перестала болеть или еще что-то. Он дает силу. 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 Бог дает силу. На что? На все. На все. Не хочешь проводить три часа в молитве? Проводи три часа в очереди. Не хочешь три часа проводить в молитве? Проводи три часа на больничном. Не хочешь три часа в молитве проводить? Проводи три часа на каких-то поликлиниках. Это твое дело, это твой выбор. Но я хочу, чтобы ты знал, сила у Бога. И он говорит, никуда не отлучайтесь. Ты куда отлучился? Да мне надо, вот так надо. Надо. Не надо отлучаться. Не надо отлучаться. Потому что ты потеряешь главное, потеряешь силу. А сила Божья, она решает все проблемы. Она выводит из всех тупиков. Сила Божья, сила Божья. Где сила? Сила у Бога. Давид говорит, я понял это. Давид не был сильным человеком. Знаете, когда Самуил пришел там помазать. В царя? Его даже не позвали. Он такой, Иванушка дурачок. Давида на царя, да ладно. Но Давид знал, где сила. Давид знал, где сила. Он поклонялся Богу часами. Он молился Богу часами. Он знал, где сила. Ты не знаешь, где сила? Ты не знаешь, где сила? Вот твоя проблема. Ты не знаешь, где сила? Когда люди не знают, где сила Они ищут это где-то в другом месте Сила у Бога Это как-то так мистично выглядит Я жизненный реалист У меня все время реалистически Реалистически всю жизнь А я не реалист Я в облаках летаю Я летаю в облаках Ты реалист Такой суетливый, суета, сует А я вот такой мистик, знаете, мистик Не верю, не верю в реалии Я верю Я верю, что каждый из нас Может быть победителем во всех сферах жизни Из любой ситуации есть выход Выход из любой ситуации Знаете, мне нравятся вот некоторые служители у нас В движении, да? Такие как Дима Макаренко У него нет тупиков Не хочу там все рассказывать Но какую проблему не поставили У него всегда есть выход Когда у тебя есть сила У тебя всегда есть выход Понимаешь? Тысячу человек стоят Кто-то бы сказал бы Ну все Труба Помните, как в том анекдоте Ковбой стоит Его индейцы окружили Ему внутренний голос говорит Ну все, труба Он думает Да не, ну как И тут опять внутренний голос говорит Ладно, плюнь Вождю в морду Он плюнул Говорит, а теперь все, труба У многих людей Вот этот внутренний голос Труба Все У них постоянно Он вечный голос Вечный голос Все 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 Тупик Все Все Сила У Бога Я говорю Сила у Бога Все преодолеваем Силою Возлюбившего нас Так ты должен понимать Где ее брать Эту силу Ты же не идешь за хлебом На водоканал Ты говоришь на водоканале А хлеба дайте Ты идешь за хлебом В магазин, где написано хлеб Хлеб написано Ты знаешь, что туда надо идти Сила у Бога На этом магазине написано Молитва Я говорю, что я в водоканал пошел Там нету силы Понимаешь? Не ищи силу Там, где ее нет Ищи там, где она есть И так Знаете Вот многие христиане Их отличает от неверующих людей Только то Что они по воскресеньям Ходят в церковь Не дай Бог Не дай Бог Тебя должно отличать Твои отношения с Богом Аминь Ты молиться должен Я говорю, ты должен молиться Будешь молиться Захочется свято жить Будешь молиться Захочется жертвовать Будешь молиться Захочется служить Будешь молиться Захочется порешать проблемы с людьми Будешь молиться Захочется долги отдать Будешь молиться Захочется проевангелизировать соседа Будешь молиться Захочется дьявола изнать Будешь молиться Захочется болезни исцелить Аминь. Молитва, она дает силу для решения проблем. Если человек не молится, у него нет силы. Потому что сила у Бога. Мы не должны быть как мир. Нас должна отличать от мира молитва. Аминь. Знаете, как Антона моего всегда гаишники остановят? Он говорит, отпустите. Вы Антона моего глаза видели, да? Он говорит, отпустите. Гаишник говорит, все говорят, отпустите. Он говорит, я за вас помолюсь. Он говорит, всем говорят, что я помолюсь. Он говорит, я молюсь два часа в день. Он говорит, на. Он говорит, я молюсь два часа в день. На права. Забирай, едите. Все молятся. Господи, и там что-нибудь еще с матюком. Вот так все молятся. У нас же 90% христиане. Все вот так молятся. Два часа в день кто молится? Это молитва. Откуда сила? Сила с молитвой. Сила с твоих отношений с Богом. Господь говорит, не отлучайтесь. Он не сказал времени, понимаете? Он не сказал, не отлучайтесь 15 минут, и ты бы сходил. Он говорит, просто не отлучайтесь. Сколько не отлучаться? Пока сойдет на вас Дух Святой. А когда сойдет? Ну, кто знает, если ты такой тормоз, на тебя будет сходить долго. Если более открытый для Бога, быстрее сойдет на тебя Дух Святой. Быстрее сила. В любом случае, не отлучайся. Ты должен понять, что силу можно взять только у Господа. Одно место из Писания. И мы будем молиться и жертвовать. Пророк Осия, седьмая глава, восьмой стих. Осия, седьмая глава, восьмой стих. Ефрем смешался с народами. Ефрем стал, как неповороченный хлеб. Ну, это Ефрем, это не Ефремочкин, это колено было такое в Израиле. Целое колено, целое общество людей такое было. Русский период, хлеб неповороченный. Украинский период хороший. Ефрем смешался с народами и стал, как млинцы, что не перевертают. Самое главное, в блинах что? Вовремя перевернуть. Вот. Понимаешь, люди мирские стали, мирские, мирские. Их ничего не отличает от верующих. Ничего. Они никогда не молятся. Никогда не молятся. Исходя из этого, уже все остальное. Знаете, бесполезно читать мораль человеку, который не молится. Какой смысл? Это плохо грешить. Нельзя грешить. Он же не молится. Что толку, что ты его морализируешь? Ты выглядишь, как комсомольский вожак. Знаешь, когда ты мораль человеку читаешь? Это плохо. Это нельзя. Не живи так, живи вот так. Не говори так, говори вот так. Он, ага. И делает то же самое. Как можно повлиять на людей, которые не молятся? Как? Никак. Никак не повлияешь. Я сейчас вам самую лучшую проповедь произнесу. Вы попадаете все просто. А потом выйдете и будете делать то же самое. Если вы не молитесь. А если ты молишься, ты приобретаешь силу. Поэтому у тебя есть сила Слово Божье исполнять. Ефрем стал, как все. Как все. И когда он стал, как все, черный стал. Пригорел. Сгорел. Завонялся. Амэн. Дальше написано. Чужие пожирали силу его. А он не замечал. Я помню, у нас женщина была в церкви здесь. Она всегда ко мне приходила и говорила, Пастырь Андрей, помолитесь за меня. У меня всю силу вампиры забирают. Я говорю, какие вампиры, женщина? Она говорит, надо мной живет мужик. Он включает какой-то генератор. И высасывает с меня всю силу. Знаете, вот сейчас как-то вот таких людей нету, слава Иисусу. А тогда, когда все телеканалы, они оторвались после Советского Союза и начали показывать вот эту всю мистику про вампиров. Знаете, такие вампиры. Вот ты куда-нибудь зашел в магазин, а за тобой в очереди какая-то тетка-вампир стоит вот так. Ты стоишь в очереди, а она стоит сзади тебя вот так. Раз. И свой этот клювик тебе туда. Тынь! И высосала энергию. И ты пришел с магазина. Ой, все. Сейчас такого нету. Потому что сейчас вот эти все каналы российские, РНТВ, их отключили. Которые про эту всю ерунду рассказывали. Знаете? Про пришельцев с космоса. Пастер, там мужик генератор крутит. Говорит, с меня энергию высасывает. Я даже по телевизору увидел, что такое бывает. Я говорю, какой, какой в пришатравинский генератор? Просто, знаете, инопланетяне пролетели тут и закинули на улицу Тетральную. Дом 42, квартира 4, генератор. Чтоб он высасывал с кого-то энергии. Слушайте, не в этом есть, не это пожиратель энергии. Самый большой пожиратель силы это суета. Суета. Почитай Соломона. Почитай Соломона. Говорит, вообще, знаете, я вам скажу, я вот это вот прожил, прожил, прожил. Все у меня было. 700 жен. Наоборот. 300 жен. 700 наложниц. Золото кругом. Книжа кучу написал. Говорит, один раз пробовал бухать. Говорит, пил, 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 пил. Говорит, понял. Суета и томление духа. Он говорит, вообще, все суета. Все суета. Говорит, когда я происследовал всю жизнь, я вот так все происследовал, я помнил, сколько в мире суеты. То есть, что такое суета? Бесполезные вещи, которые не приносят счастья, не приносят радости, которые не приносят удовлетворения. Он говорит, столько всего, я понял. Говорит, потом я происследовал все, я понял одну вещь. Нет ничего лучшее на земле, чем человеку наслаждаться от плодов своего труда. То есть, ты что-то сделал, и вот человеку это дает человек. Почему? Потому что человек, знаете, кто такой человек? Человек, человек, он не создан из, он не создан как животное. Понимаете? Бог сотворил животное, Бог сотворил рыб, Бог сотворил птиц. А когда, когда Бог творил человека, Он создал его по образу и подобию своему. И Он вложил в него, в человека, вот эту вот потребность творить. И Он говорит, я хочу тебе дать силу, чтобы творить. Силу, чтобы творить. Силу, чтобы творить. Чтобы в твоей жизни что-то происходило. Чтобы твоя жизнь как-то по-другому менялась. И ты видел плоды в своей жизни, суета. Давайте дальше прочитаем. Седина покрыла его. А он покрасился. И не знает, что седина покрыла его. Седые! Это от суеты. Вот пасторы не красятся. Да-да. Стараюсь не суетиться. Лучше уделить время Богу, чем в суете. Я говорю, лучшее время Богу уделить, чем в суете. Лучше с Богом пообщаться, чем ерундой заниматься целый день. И гордость Израиля унижена в глазах их. И при всем тем, они не обратились к Богу и не взыскали Его. Слушай, уже унизился человек. Уже понял, что он ноль. Уже понял, что он ничто. И Бог ему говорит, я же тебя подталкиваю, чтобы ты понял, где сила находится. Сила у Бога. Я тебя подталкиваю. И стал Ефреем, как глупый голубь, без сердца. Ужас. Ужас. Ладно уже, хай глупый хоть. Хоть что-то одно, да? Ладно, дурак. Но еще и без сердца. Представляешь, бессердечный дурак. Это страшно. Не дай Бог. Ты вышла замуж, у тебя муж бессердечный дурак. Да ладно, вышла замуж, муж бессердечный дурак. А представь себе, жена бессердечная дура. Это вообще конец жизни. Конец фильма. Говорит, стал глупый. Почему голубь глупый? Я не знаю, почему голубь глупый? Мне кажется, потому что на памятнике всегда делает. Голубь глупый. Еще и без сердца. Представляешь, мало того, что дурак, еще и без сердца. Ладно бы, даже хоть с сердцем был такой, знаешь, сердце у меня. Ни мозгов, ни сердца. Знаете, когда люди общаются с Богом, у них и мозги работают, и сердце есть. они сострадать могут. И проблемы у них решаются. Знаете, вот есть люди, решающие проблемы. У нас, сейчас газеты мы раздаем на эту конференцию, да, помазаем. и секретарь телефон попутал. Харьковский телефон другой написал. Вот бывает такое, знаете, человек замотался, замотался, засуетился. И попутал телефон. Я звоню, Дима Ерошкин, говорю, Дима, пристал, говорю, телефон не тот написали, люди уже звонят и не попадают. Он мне через 15 минут звонит и говорит, все, купил уже я тот телефон, который она ошиблась. Я говорю, как купил? Он говорит, ну номер тот купил и все. За 200 гривен. Да. Когда ты с Богом имеешь общение, ты мыслишь не так, как все. Ты видишь не так, как все. У тебя и сердце есть. И мозги работают. Когда человек не имеет отношения с Богом, он тупее, тупее, тупее. Мало того, что тупой, еще и бессердечный. Ладно, не будем про наше правительство. Христианин это человек, который должен понимать, у кого сила. Сила у Бога. Если ты хочешь, чтобы сила была в твоей жизни, тебе нужен Бог. Бог. Не просто, знаете, как люди думают, о, Бог, это для того, чтобы вот живот перестал болеть. Бог, это для того, чтобы мне вот там вот спалось хорошо. Я вот сплю теперь, слава Богу. Пришел к Богу, вот это сплю теперь. Хорошо. Не спал, теперь все время сплю. Я у одного брата на первой странице читал, написано в Библии, так вот, на первой странице написано, написано, спокойно ложусь, я и сплю. Точка. Представь, человек 10 лет в церковь ходил, получил главное откровение в Библии. Конечно, это лучше, чем у одного брата я прочитал, сижу я, как одинокая птица на кровле. Лучше уже спать, да? Лучше уже спать, чем сидеть, как птица на кровле. Второзаконие 8.18 Второзаконие 8.18 Сижу я, как одинокая птица, на кровле ли. Ну, чтоб ты помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить завет свой, который Он клялся утвердить Отцам твоим. Если же ты забудешь Господа Бога твоего, пойдешь вслед богов других, будешь служить им, поклоняться им, то свидетельствуюсь вам сегодня, что вы погибнете, как народы, которые Господь истребляет от лица вашего. Знаете, друзья, вы должны понять, где находится секрет нашего успеха, наших благословений, наших побед, нет нашего счастья. Люди колдовством занимаются, люди идут к гадалкам, люди идут, встречаются с разными оккультными людьми, они тратят силы, тратят деньги, тратят время. Для чего? Приобрести силу какую-то, силу приобрести. Наша сила у Бога. Все можно сделать. Я говорю, все можно сделать. Всего можно достичь. Всего. Всего можно достичь. Чужие пожирали силу его. Да, эти чужие. Они всегда есть. Они всегда есть. Знаете, когда человек говорит, ой, а шо, ну, а шо делать, это же, ну, жизненные вещи, это, это жизненные вещи. Да, в жизни очень много суеты, в жизни очень много проблем. Их столько, что, когда ты туда опускаешься, ты просто в них, как в океане, тонешь. Тонешь просто. Но Бог не хочет, чтобы ты там тонул. пришел к своей цели в жизни. Аминь. Бог хочет, чтобы ты послужил другим людям. В конце концов, Бог хочет дать богатство. Зачем? Тебе? Тебе тоже. Но когда у нас есть богатство, мы можем служить другим людям, а мы можем служить. Знаете, наши небольшие деньги, они позволили нам проповедовать Евангелие по всему миру, открыть 300 с лишним церквей. Наши небольшие деньги. по телевидению мы сегодня Евангелие проповедуем. Наши небольшие деньги. Написано, что Бог дает силу приобретать богатство. Вот почему тебе нужен Бог. Потому что там, где Бог, там сила. Сила над деньгами. Сила над деньгами. Сила над богатством. Сила. Понимаешь, для того, чтобы держать богатство, надо сила. Да. Люди тратят миллионы, чтобы стать депутатом, чтобы удержать свое богатство. Нанимают бандитов, нанимают правоохранительные органы, прокуроров, судей нанимают, чтобы только удержать свое богатство. Чтобы только удержать свои деньги. Потому что для просветания нужна сила. Какая сила? Духовная сила. И ты можешь ее приобрести. Как? Твоими отношениями с Богом. Твоими отношениями с Богом. Понимаете, если человек имеет отношения с Богом, он всегда будет жертвенным. Я не видел людей, близких к Богу, жадных не видел. таких людей нет. Если человек близок к Богу, он знает, что там, где сеяние, там всегда будет жад. Он это знает. У него есть это понимание. поэтому его сердце всегда открыто для сеяния. Он говорит, я знаю Бога, который дает силу приобретать богатство. Поэтому я открыт для этого. Давайте мы закроем свои глаза. Иисус Христос. Мы знаем, что сила у тебя. христос. Христос. Христос.